В среду 15 мая в конференц-зале первого филиала Центральной городской больницы состоялось заседание Медицинского совета Комитета здравоохранения. В заседании совета принял участие глава городского округа Олег Апарин. Подробности нашего корреспондента Лидия Руфлядко. Олег Апарин держит на контроле все, что происходит в нашем городе, в том числе и вопросы здравоохранения. На встречу с руководителями подразделений больниц и поликлиник мэр города приехал, чтобы еще раз выявить болевые точки службы, обозначить пути их решения и призвать врачей активнее использовать новейшее оборудование, которое в конечном итоге влияет на качество диагностики и лечения ореховозуевцев. На сегодняшний день, благодаря проведенной модернизации, Ореховозуево занимает достойное место среди других муниципальных образований Московской области. Программа модернизации здравоохранения продолжится в нашем городе и в 2013 году. Хотелось бы, чтобы все это оборудование работало во благо жителей, во благо пациентов, чтобы не простаивало, а я надеюсь, что такого нет, чтобы на этом оборудовании работали специалисты, которые повышают свою квалификацию. Поэтому я просил и требовал от руководства здравоохранения нашего городского, чтобы в бюджет комитета здравоохранения и денежные средства были заложены, чтобы мы повышали эту квалификацию. В ходе встречи глава городского округа ответил на вопросы сотрудников медицинского учреждения. Врача-патологоанатома Людмилу Александрову интересовала дальнейшая судьба отделения первой городской больницы, которая находится в плачевном состоянии. Этот вопрос сегодня не закрыт, он в стадии решения. Мы как бы с ним вместе подготовили письмо губернатору именно по состоянию нашего отделения. И как бы у губернатора это все на контроле. И было отмечено, что именно 7 отделений по Московской области находятся в таком состоянии. Все они были губернатору представлены. И у нас даже имеется ответ о том, что министерство при рассмотрении своей дальнейшей работы обязательно нас будет включать в эти программы. Сотрудники здравоохранения получили ответы на интересующие их вопросы о ремонте дорог при подъезде к 5-й городской больнице, скорой помощи, строительстве вертолетной площадки для транспортировки больных, благоустройстве парка Барышникова. В завершении встречи глава городского округа вручил знак губернатора Московской области Раисе Борисовой за труды и усердие. На заседании медицинского совета были заслушаны доклады заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности за 2012 год, а также клиника-экспертная работа и отчет врачебной комиссии за прошлый год. Сегодня во врачебных комиссиях работает 80 врачей. 63 из них имеют высшую категорию, 18 первую. В общей сложности на заседаниях врачебных комиссий выполнено около 27 тысяч экспертиз. С отчетом о деятельности Бюро медико-социальной экспертизы по итогам 2012 года выступила врач-невролог Лариса Прыткова. В структуру нашего бюро входит руководитель, терапевт, врач-невролог, хирург, реабилитолог и психолог. В зоне нашего обслуживания по городу население в количестве 21 317 человек. Начальник организационно-методического отдела Надежда Полей ознакомила участников заседания с принятыми решениями. Необходимо продолжать совершенствовать работу по экспертизе временной утратой способности, экспертизе качества медицинской помощи в поликлиниках, филиалах, МБУС, Орехозойской ЦГБ постоянно. Осуществлять контроль за проведением достаточного объема экспертиз качества медицинской помощи и временной утрату способности на уровне заведующих отделений, то есть первого уровня, второго уровня, вернее, экспертиз. Рассмотреть вопрос о приобретении программного продукта, автоматизированной системы экспертизы качества медицинской помощи. Обеспечить обучение членов врачебных комиссий, филиалов и поликлиник по вопросам экспертизы временной утрату способности и экспертизы качества медицинской помощи. совершенствовать и контролировать систему подготовки, переподготовки и усовершенствования медицинских кадров с увеличением процента квалифицированных работников врачей свыше 60% и средних медицинских работников свыше 80%.